Итак, короткое видео о том, как подключить навигационный блок CS9320, в данном случае это будет на винце-е устройство, к монитору TTG Toyota Touch & Go первой версии, а именно это у нас будет монитор компании Panasonic. Итак, у нас есть, а, тем более подключение будет производиться при помощи кабеля от компании Вандерпрауд, то есть вот такой вот блочок с коннекторами, которые подключаются непосредственно, вот это у нас есть RGB фишка, вот пропало изображение, есть у нас дата фишка, плюс у нас есть внешняя выносная кнопка, вот такая вот, то есть вот так кабель выглядит. Плюс две фишки, которые подключаются непосредственно к самому монитору, это 24-контактная фишка и 12-контактная фишка. Итак, соответственно, подключили все, как я уже указал, кабель к монитору и, соответственно, к навигации, плюс подключили еще у нас есть питание всех этих устройств, у нас имеется изображение. Само собой, перед тем, как это все заработает, надо сначала настроить сам навигационный блок, то есть в нем надо выбрать определенный протокол управления, плюс определенный тип разрешения. Сначала подключаем навигационный блок к какому-либо телевизору, то есть у нас тут имеется композитный видеовыход, подключаем к телевизору и данным навигационным блоком мы можем управлять при помощи обычной USB радиомыши, или же радиомыши, или же культа управления радио, который идет в комплекте. Загружается устройство, это как будто представляем наш телевизор, сначала выбираем Resolution, вернемся назад, вот у нас пункт Resolution, вводим пароль 4 7 и выбираем пункт 480 на 234. И тут выбираем пункт номер 30, может быть и другой, в зависимости от прошивки, это 480 на 234 Toyota Yaris. Нажимаем ОК, устройство перезагружается, то есть в этот момент нельзя передергивать питание, иначе просто получите кирпичик стоимостью там энное количество долларов. После того, как вы выбрали правильный тип разрешения устройства, вам надо выбрать правильный протокол управления, который даже будет активировать, как говорится, изображение. Заходим в Panel, также вводим 4 7 и выбираем протокол Cardio, извините, тут Clarium, все правильно, Clarium, надо выбрать протокол. В некоторых случаях работает также Cardio, но мы выбрали Clarium. Нажимаем также Save, устройство перезагружаем и получаем в итоге после подключения вот такую вот картинку. То есть у нас выводится изображение на штатный монитор, то есть при нажатии на штатную кнопку у нас выводится изображение штатное, но когда мы нажимаем вот эту вот выносную кнопку, сейчас одну секундочку, то есть у нас данное решение вызывается только при помощи вот такой вот дополнительной кнопки, которую вы можете то ли где-то спрятать и аккуратно на нее нажимая, у нас будет выводиться изображение с дополнительного навигационного блока, или же в некоторых случаях, то есть допустим мы нажимаем Media, нажимаем Map, у нас пишет система не установлена, то в некоторых случаях просто разбирают монитор, отрезают кнопку штатную от системы, этих два провода сюда припаивают, то есть и получается, что штатной кнопкой мы как бы нажимаем вот эту дополнительную кнопку, и у нас вызывается изображение, ну как бы с дополнительного блока навигации, то есть тада, вот так вот. На этом все, сейчас сфокусируемся. А, и еще один маленький нюанс, да, извините, мне тут подсказывает помощник. Тут самое главное, что данное решение, то есть вот этот вот кабель, который разрешает подключать дополнительные блоки, он рассчитан в первую очередь на навигационные блоки 92.00, у которых сбоку была возможность выведения горизонтальной вертикальной синхронизации для вот этих вот мониторов Toyota Touching Go. В данном же случае в 93.20, то ли на Android, то ли на Windows, у нас есть вот таких вот два дополнительных провода, это H и V, они подписаны, вот у нас есть такие наклейки, это горизонтальная, H это горизонтальная синхронизация, V это вертикальная синхронизация. Соответственно, у нас вот один из проводов, который идет из вот этого вот комплекта, он у нас подключается непосредственно, вот эта вот белая фишка, она подключается сбоку к 92.00. Но в данном случае у нас нету такой, как говорится, гнезда. Мы берем и просто-напросто вертикальную синхронизацию мы подключаем к черному проводу, вот у нас вертикалка, буква V, к черному проводу пошла, горизонталка к белому проводу. То есть вы можете это просто-напросто спаять и получить требуемый результат. На этом все, до свидания, до новых встреч.